Прошло уже сто лет с того времени, когда в нашем Российском Отечестве произошло разделение между людьми, между умами, между сердцами. Разделение на тех, кто выбрал революцию, и тех, кто не смог ее переварить, и кто не нашел в этом никакого смысла. Это разделение прошло сквозь семьи. Это гражданская война. Но это разделение прошло и в церковной сфере. Казалось бы, церковь должна объединять людей, но и в церковной ограде она тоже разделилась на две части. Одни ушли в эмиграцию, другие – кто-то был заключен в лагеря, а кто-то отдал свои жизни в тот тяжелый период. Трагедия нашей нации, наша историческая драма многому нас научила. И хорошо бы, чтобы эти уроки действительно изменили нас. Ведь на самом-то деле мы все находим разные ниши и повод для отчуждения друг от друга, когда мы далеки от Бога. Все наши противоречия, в том числе и в церкви, они происходят от нашего неверия. Их бы никогда не было среди нас, если бы мы были твердыми христианами. И в этот год, когда мы отмечаем столетие этого события, есть еще другое событие, которому всего лишь 10 лет, но это событие отрадное. Это наше воссоединение с той частью русской церкви, которая была вот долгие годы в разрыве. Это был раскол. И теперь раскол уврачован. Слава Богу, прошло 10 лет с этого утешительного события для всех нас, русских православных людей. Это особенно чувствуется в зарубежье. Теперь, когда мы воссоединены, нам нужно собраться вместе. Нам нужно тоже чувствовать и ответственность перед своей Родиной. Не поддаваться этой инерции отчуждению, но наоборот, укрепляться Духом. И в единой церкви уже. И пусть наши соотечественники на наших британских островах прославляют единого Бога и находят спасение в едином Спасителе нашем, Иисусе Христе, в единой церкви, не разделяясь на враждующие общины. Мария, деву чистая, пресвятая, Богу Родице, Радуйся, невесту, ненебесная. Радуйся, невесту, ненебесная. Радуйся, невесту, ненебесная. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова